Не так давно в Славянске-на-Кубани был создан и обустроен сквер нефтяников на пересечении улиц Ленина и Адельской, для того, чтобы славянцы не забывали славные имена нефтяников, которые внесли большой вклад в развитие нашего муниципалитета. И вот новое важное событие – торжественное открытие бронзового бюста Алексея Алексеевича Шамары. О герое труда Кубани Алексея Алексеевича Шамаре можно говорить очень много. Он прожил жизнь полную заботы и свершений, посвятив ее развитию нефтяной промышленности Краснодарского края, а в конечном счете людям, причем не только работающим в отрасли, а всем, кого коснулись его добрые дела. Заслуженный работник Минэнерго России, заслуженный работник ТЭК Кубани, член Союза нефтепромышленников Российской Федерации, почетный нефтяник, почетный житель Славянского района, он был одним из инициаторов строительства этого сквера. И вот уже здесь был возведен и открывается его бронзовый бюст в одном ряду с памятниками четырем выдающимся нефтяникам. Он много времени и сил потратил на развитие отрасли, на развитие Кубани. Он непосредственно принимал участие в развитии, в проектировании и в создании этого сквера. Отец всегда говорил, что где родился, там и пригодился. И именно поэтому хотел, чтобы это было в этом городе. Он считал за свой долг помогать односельчанам, друзьям, близким. И мне кажется, что пришло время взять эту эстафету и продолжать. У меня есть яркий пример своего отца. Он не только кандидат и доктор наук, но он также человек слова и дела. И даже дождь не смог помешать открытию бюста, в котором приняли участие ветераны и работники отрасли, родственники и друзья, представители местных властей и общественности. Глава Славянского района Роман Сенеговский отметил, что Алексей Алексеевич Шамара много лет отдал Славянской земле. Благодаря его поддержке в муниципалитете построено немало объектов. Он много лет отдал Славянской земле. Есть много объектов, которые мы помним. Благодаря его поддержке они построены. Этот замечательный сквер три года назад, это тоже была его идея. Мы вместе с ним ее воплотили. Поэтому большое спасибо Алексею Алексеевичу. Приятно, что Юра продолжает его дела. Алексей Алексеевич является почетным гражданином Славянского района. И хочу сказать о его личных качествах, что несмотря на его статус, он был доступным, простым человеком в общении, любил людей, очень много помогал людям, поддерживал людей. Светлая память об этом замечательном человеке живет, поскольку он заслужил это своими добрыми делами. Он относился к людям очень хорошо. Когда мы работали в больнице, у нас были вечные трудности в медицине. Он помогал нам, он помогал нам деньгами, аппаратурой. Я удивляюсь, почему мы приехали в Санковию, потому что в Санковию приехали огромное количество денег. Потому что в то время было такое, что нефтяники давали кому-то помощь, что с них снимали налоги, снимали. На самом деле это было так. Это человек, который относился подружески всем своим людям. Он делал очень большое добро. Я не говорил про его профессиональные качества, его знает вся Россия, его знают из-за границ. Целеустремленность, ответственность, доброта – все эти качества были в характере героя нашего репортажа. Все, кто знал его в разные годы, могут сказать о нем только самое хорошее. Человек заслуживает этого, заслуживает этой памяти, заслуживает этого внимания. Более того, я считаю, что он заслуживает гораздо большего. Вот Алексей Алексеевич – герой. Он не только сохранил этот бизнес свой, этот с ноля, он развил его. И сегодня на Кубанской земле стоит великолепное произведение, я считаю, что искусство. Современный нефтеперерабатывающий комплекс, который в будущем превратится в большой хаб. И это заслуга Алексея Алексеевича. Затем состоялось возложение цветов к бюсту героя труда Кубани Алексея Алексеевича Шамары. Торжественное открытие – это яркое событие останется в памяти не только его участников, но и всех славянцев. В сквере нефтяников они смогут еще раз вспомнить о тех людях, которые своим самоотверженным трудом сделали нашу жизнь лучше. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».